Добрый вечер, дорогие друзья! Мы переходим к церемонии награждения Международной премии имени Елены Ивановны Рерих за 2020 год. Международной премии Международной премии Слово Павлу Михайловичу Журавихину Председателю жюри Международной премии имени Елены Ивановны Рерих Президенту благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде всего я хотел бы поздравить всех вас с сегодняшним великим днем Днем рождения великой дочери России Елены Ивановны Рерих В этот день наш фонд благотворительный традиционно Вручает премию, посвященную Елене Ивановне Которая была учреждена фондом в 2007 году Она имеет пять номинаций И в зависимости от поступающих заявок Жюри рассматривает эти заявки И принимает или не принимает решение О награждении того или иного лица За достижения, связанные с изучением, защитой И сохранением наследия Рериха Вы знаете, что это наследие Во всем его многообразии Художественном, классовском, научном По своему масштабу и многогранности Не имеет аналогов в мире И части этого всемирного наследия Находятся во многих странах Но две страны Россия и Индия Являются основными местами сосредоточения Наследия Это страны, где творили Наши великие соотечественники Ради продвижения сознания человечества На новую Революционную ступень развития И если в Россию Елена Ивановна и Николай Константинович Стремились передать результаты своих трудов Понимая Дальнейшую роль Нашей страны в духовно-культурном развитии человечества После их смерти Волю родителей исполнили сыновья Юрий и Стаслав То в духовном пространстве Индии Наследие сформировалось И практически реализовывались Заложенные в нем эволюционные идеи И таким местом в Индии Стало имение Рериха Мистический Нагар В древней долине Пулы Ну, именно здесь у Николая Константиновича Рериха Окончательно сложилась И была инициирована идея Подписания Международного договора О защите мирового культурного наследия Во время войны в мирное время Воплотившуюся в 1935 году Подписание Пакта Рериха Который подписали тогда Представители более паладинных Государств того времени Именно здесь в Кулу Елена Ивановна Записывала сокровенные записи Философии живой этики Под названием Огненный опыт Предназначенные грядущим поколением Те записи, которые сегодня Министерство культуры России Государственный музей Востока Размещают в интернете Сознательно искажая И глумясь над болей автора Здесь же в Кулу Были Рерихами Был Рерихами основан Ямалайский институт научных исследований В Урусвати В котором сегодня в первой части На круглом столе Много тоже упоминалось Работы этого института Как известно Основывались на новой системе познания Соключенные в живой этике Новых подходов в изучении Материального мира Тех подходов Которые намного опередили Современную науку И к которым ученые Современные Только еще начинают подходить Наконец здесь в Кулу Николай Константинович Встречался с двумя Будущими премьерами Министерства Индии Джо Хралау Неру И его дочерью Игирой Ганди Которые впоследствии Фактически заложили Основу крепких Российских связей По сути Открыв России Культуру Индии А Индия Открылась культура России И мы Все хорошо знаем Что младший сын Синьер Эрихов Младший сын Елены Ивановны Святослав Николаевич Стремился возродить Научную деятельность Института Урусвати Который находится В Кулу Там где Находится Мемориальный дом Рерихов Однако все его предложения Связанные с возрождением Урусвати Направленные в Академию наук СССР Тогда еще фактически Были проигнорированы Мы знаем Что мысли возродить Этот институт Музейную Культурную деятельность В имениях Рерихов Тем не менее Его не покидало Никогда Это была Боля его родителей Я напомню Что в 58 году Он писал Старшему брату Юрию Николаевичу Рерихов Думаю Все Как бы лучше Осуществить музей В Кулу Все же это место Которое так тесно Связано с работой Николая Константиновича В Индии Это мог бы быть Исключительный центр Так Как это и думал Николай Константинович И Масик Так они Бережно называли Елену Ивановну Рерих Хорошо известно Что Создавая В 89 году Общественный центр Музей Имени Николая Константиновича Рериха В Московской усадьбе Упсиных Святослав Николаевич Изложил И концепцию Будущего развития Института Урусвати Как филиала Этого центра музея На правах Совместного Советско-индийского Учреждения И Святослав Николаевич Всегда был последователь В своих действиях Он был Сродни своему Отцу Николаю Константиновичу В своих письмах Пишет Что его За твердость И Устремление Несломимое Называли Адамантом Вот в какой-то степени Святослав Николаевич Так же Последовательно И твердо Отставил Болю Своих Родителей И в начале 90-х годов Он создает На базе Имения Рерихов В Нагаре Международный Мемориальный Текст Рерихов Как раз Для развития Российско-индийского Культурного И научного Сотрудничества При этом Новую ступень С наследием Эту работу На принципиально Новый Уровень Вот почему По решению Жюри Безнародной Пении Елены Ивановны Рерих Лауреатом Премии За 2020 Год Выбрана Лариса Ленина Сурдина В номинации За вклад Защит Наследия Рериха Так как Ее активная Плаготворная Деятельность Именно Способствует Защите Этого Наследия От разрушения Изобвения Путем его Сохранения Популяризации Сегодня Вы услышите О конкретных Достижениях Нашего Лауреата Более подробно А я От имени Жюри Поздравляю Ларису Вениаминовну С высокой Наградой Мы Обязательно Передадим Ей Диплом Лауреата Премия Мы Обязательно Передадим Ларисе Вениаминовне Золотую Медаль Которую Вручает Каждый Лауреат С обликом Елены Ивановны И я Хочу пожелать Ларисе Вениаминовне Здоровья Творческих Успехов В дальнейшем Сохранения Наследия Наших Великих Отечественников Международного Мемориального Рериха Рериха Добрый день Добрый день Добрый день Дорогие Друзья Сегодня Радостное И Волнительное Событие В этот Торжественный Праздничный День День рождения Елены Ивановны Рерих Мне И Дмитрию Юрьевичу Ревякину Руководителю Отдела Выставок Лауреата Международной Премии Благотворительного Фонда За 2010 Год Выпала Приятная Миссия Представить Вам Победителя Международной Премии Имени Елены Ивановны Рерих 2020 Года Нашу Коллегу Представить Вам Сотрудника Международного Центра Рериха Российского Куратора В имени Рериха Вкулу Ларису Вениаминовну Сургину Фильм Подписание Договора Сегодня Мы Подписываем Документ Который Определить Сотрудничество Наших организаций На будущее Сегодня Кроме того Что мы подписываем Документ Который Определить Наше сотрудничество Наших организаций На будущее Связанный С выполнением Боли Святослава Николаевича Рериха В имени его Отца Николая Рериха 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 В имени его Отца Николая Рериха Но сегодня еще Знаменательная дата Для России и Индии Сегодня день рождения Махатма Ганди, которого очень-очень прочитали религи, и который является для всех нас примером, как мирными путями вершить великие дела в мире. Это значит о том, что мы понимаем общие наши задачи, общие наши цели и совместно будем их достигать. В свое время, когда только зарождалась наша организация, Святослав Николаевич Рерих сказал, что наступит время, когда Международный Центр Рерихов активно принят участие в сохранении наследия Рерихов в Накаре совместно с Международным Мемориальным Трестом Рерихом. Продолжение следует... Продолжение следует... Договор от имени Международного Центра Рерихов Подписала Людмила Васильевна Шапошникова, первый вице-президент Международного Центра Рерихов, генеральный директор музея имени Николая Константиновича Рериха, заслуженный деятель культуры Российской Федерации. С идейской стороны договор был подписан госпожой Маниша Нанди, главным секретарем правительства штата Химачал Прадеш. И договор стал началом тесного взаимодействия Международного Центра Рерихов и Международного Мемориального Треста Рерихов, двух неправительственных организаций, которые были созданы Святославом Николаевичем Рерихом в России и Индии. И для сотрудничества этих организаций он мечтал. Одним из важнейших положений договора является положение о статусе и полномочиях российского куратора в МТР, которое повышает его ответственность за принятые им обязательства, такие как сохранять наследие Рерихов и способствовать превращению имения Рерихов в уникальный музейный комплекс мирового уровня. Сегодня Рериховский Трест играет заметную роль в жизни не только кулуанцев, но и жителей всего штата Химачал Прадеш. Он превратился в одну из наиболее привлекательных достопримечательностей Севера Индии. Ежегодно его посещают почти тысяча гостей из Индии и за рубежа, большое количество наших соотечественников. Музей служит живым воплощением, мостом служит духовным и культурных связей между народами России и Индии. И в этом большая заслуга Ларисы Вениаминовны Сургиной, которая после подписания договора была назначена российским куратором в Международный мемориальный трест Рерихов в Ногае. С 2012 года около 9 лет Лариса Вениаминовна вместе с мужем Дмитрием Михайловичем, также сотрудником Международным центром Рерихов, живет в Индии и работает не за страх, а за совесть. Список ее обязательств разнообразен и огромен. Это проведение экскурсий, участие в торжественных мероприятиях, подготовка помещений для выставок, проведение выставок, организация уборка территории и даже организация просушки лечебной травы. Лариса Вениаминовна проводит консультации с учеными. Вот здесь вы видите Ларису Вениаминовну Царинг-Доджи. Это добрый друг нашего музея. Помогал очень много Ларисе Вениаминовне в деле развития научных работы. Совсем недавно он ушел, к сожалению, из жизни. Знал Юрия Николаевича Рериха. В обязанности куратора входит, конечно же, и уборка помещений тщательная и служебных помещений, а также учет музейных предметов и коллекций в соответствии с международными музейными стандартами, систематизация фондов, налаживание хранительской музейной работы. Конечно, за короткое время, отведенное мне, я не могу перечислить всего сделанного Ларисы Вениаминовной за годы ее работы в Тресте. Но начнем с главного. Первое, что было сделано Ларисой Вениаминовной в должности российского куратора, это оформление небольшого мемориального уголка Николая Константиновича Рериха в картиной галереи Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рериха. В экспозиции Центрального зала галереи, где ранее находилась мастерская Николая Константиновича, установлен мемориальный стол и стул Николая Константиновича Рериха и размещена архивная фотография, на которой великий художник запечатлен работающий именно за этим столом. Это стало возможно после проведения исследования по определению мемориальных интерьеров дома Рериха. Через три месяца после начала работы в Кулу в должности куратора к Дню памяти Святослава Николаевича Рериха 30 января 2013 года в летней мастерской Святослава Николаевича Рериха. Сейчас это мемориал Святослава Николаевича и Деви Кирани. Открылась обновленная экспозиция. Для этого в небольшом помещении мастерской силами индийского персонала был проведен косметический ремонт, заменена электропроводка, отремонтировано освещение. В экспозиции установили компьютер с видеопрограммой, с музыкальным сопровождением. Была подготовлена также аннотация и этикетки на трех языках – русском, английском и химби. К настоящему времени в Международном тресте Рерихов открыто восемь новых экспозиций и обновлено шесть старых экспозиций. Конечно, мы не сможем с вами увидеть фотографии всех этих экспозиций, но на нашем сайте и на сайте Международного треста Рериха Есть видеофильм, где Лариса Вениаминовна ведет экскурсию по тресту. Там вы сможете познакомиться со всеми экспозициями, с условиями хранения и с предметным вещевым фондом. Я расскажу только о некоторых из них. Вы видите экспозицию химической лаборатории Института Урусвати. Эта экспозиция была открыта в лабораторном конвкусе в 2013 году. В 2017 году экспозиция была улучшена и заработала в другом зале. Следующее мы с вами смотрим. В 2014 году были открыты два зала, посвященные факту Рерихов. Сейчас вы видите, как идет подготовка, где Лариса Вениаминовна и переводчик Международного треста Рерихов готовят предметы для экспозиции в столовой в главном доме Рерихов. В 2016 году был открыт кабинет мемориальной Юрия Николаевича Рериха. Этому способствовало выявление мемориальных предметов в мебели, которые раньше находились в рабочем кабинете Юрия Николаевича. Письменный стол, книжные шкафы, стулья, пишущая машинка. Чуть позже, через год, был открыт зал Юрия Николаевича. Вы видите вот коллекцию, сохраненную, приведенную в порядок, коллекцию, которую собирал Юрий Николаевич, мемориальная коллекция. В этом зале в дни торжеств, памятные дни и дни рождения Юрия Николаевича проходят пуджи, проходят встречи с учеными-тибетцами. В этом же здании было открыто два зала, посвященные репродукции Николая Константиновича Рериха. И совсем недавно, в 19-м году, был открыт зал, посвященный Елене Ивановне, где представлены ее рисунки, конечно же копии, представлены издания трудов Елены Ивановной и фотографии детские и юношеские. Для того, чтобы все эти экспозиции смогли существовать, чтобы можно было их открывать, для этого, конечно же, нужна работа реставраторов. И Лариса Вениаминовна ведет эту работу, приглашает в полу реставраторов, которые помогают ей в осмотре и консервации картин. Вот здесь картина Николая Константиновича. Здесь вы видите личные иконы из коллекции Рерихов представлено, которые проходят консервацию и осмотр. А здесь мы видим уже саму Ларису Вениаминовну, занимающуюся консервацией предмета, а именно перекидной сумки Юрия Николаевича. Вот как она стала выглядеть после обработки. И мазь для того, чтобы проводить консервацию кожаных предметов, Лариса Вениаминовна заказывает специально в Москве у реставраторов, привозит ее в Индию и работает с ней потом. А здесь мы видим Ларису Вениаминовну, которая проводит инъекции. Вот это, по-моему, стол. Специально закачивается в отверстия, которые делают в деревянных предметах жуки-караеды, для того, чтобы законсервировать их. И чтобы личинки этих жуков не развивались дальше. Здесь мы видим, что после этого деревянные предметы обрабатываются специальным составом. Вот из таких предметов, пришедших в негодность, и с такими предметами приходится работать и приводить их в нормальный экспозиционный вид. А здесь Ларисе Вениаминовне нужно знать, как работать с щучелами птиц, как их упаковывать, чтобы они могли долгое время храниться. Но мы видим здесь, что несмотря на то, что Лариса Вениаминовна у нас женщина, и, наверное, мы знаем, что боится, как любая из женщин, змей. Вот ей приходится мыть их, заливать, помогает ей здесь Дмитрий Михайлович специальным 70-процентным раствором, который они готовят. И вот уже такие банки подготовленные, промытые с указанием даты, когда это все происходило, выставлены, вы видите, в специальных шкафах. А здесь нужно разбираться в таких культовых памятниках, как камни Рани. Это камни Раджей и Рани, которые ставились на месте кремации. Когда Раджа уходил из жизни, с ним вместе восходила на костер его жена, а также служанки. И вот большое количество этих камней было найдено недалеко от замка Касла. Они были доставлены в имение Кулу, а сейчас они проходят обработку. Установлены специально в определенном месте камень каждый, вы видите, что просчитывается, нумеруется. И, конечно же, для этих камней, надеемся, в будущем будет построено специальное помещение. Вот так выглядела коллекция археологическая Рерихов, когда Лариса Вениаминовна начала свою работу в Тресте. Ей пришлось с каждым предметом работать, очищать его от грязи и пыли, приводить надлежащий вид, подготовить для этого специальные секционные ящики для того, чтобы эти коллекции правильно и в нужном, так сказать, климате, температурно-влажностном хранились. Здесь мы с вами видим, что работает не только с коллекциями, с камнями, с различными зоологическими коллекциями. Конечно же, приходится работать и с библиотечным материалом. Книжные фонды Международного Треста Рерихов – это кладезь для будущих ученых и исследователей. На сегодняшний день систематизировано и зарегистрировано 7425 ранее неучтенных изданий библиотеки Урусвати. Сейчас вы видите сотрудника Международного центра Рерихов, библиотекаря, который помогает Ларисе Вениаминовне в этом. Всего на данный момент библиотека Урусвати насчитывает более 10 тысяч книг, брошюр, журналов. В том числе это брошюры по различным отраслям науки, теософии, религии, философии. Выявлены и отсняты более 300 статей Рериховской тематики из периодических изданий из фондов Международного Треста Рерихов. Книги размещены как в новых стеллажах, так и в мемориальных книжных шкафах. Кроме этой работы, непосредственной хранительской работы наследия Рерихов, музейному сотруднику в таком небольшом музее, каким является Трест Рерихов, приходится заниматься, как вы поняли, различными делами. Это и подготовка, и участие, и проведение детских концертов. Вы знаете, что открыто новое здание Академии имени Елены Ивановны Рерих. Там есть прекраснейшая библиотека, компьютерный класс, классы для танцев и рисования. И это все также произошло в течение вот восьми лет, когда стала работать в Тресте Лариса Рениаминовна. Кроме того, Лариса Рениаминовна занимается и организацией магазина, чтобы литература изданная, которая рассказывает о Рерихах и продукции Рериховские доходили до посетителей. Ну, а сейчас основная деятельность Ларисы Вениаминовны – это работа с документами, письмами и карточками семьи Рерихов. Вы, наверное, знаете из переписки Святослава Николаевича и Кэтрин Кэмпбелл, когда он пишет Кэтрин, что он обязательно найдет тот или иной документ, нужный ей, так как у них целая комната документов, где хранятся письма, карточки, различные счета. Вот это сейчас и разбирает этот материал, и работает с ним Лариса Рениаминовна. Вы знаете, я, конечно, вот не сказала еще ни о проведении фестивалей, это уже культурно-массовая деятельность, деятельность с посетителями, ни о проведении фестивалей культуры, которые проходят два раза в год в Тресте, ни о проведении научных конференций. Также проводит и организовывает их Лариса Вениаминовна, приглашает прекрасных ученых. И наши сотрудники Международного центра Рерихов часто туда ездят. И это ведь еще и работа с коллективом МНТР, с теми сотрудниками, которые, индийцами, которые помогают ей. И вот здесь, конечно, надо сказать о таких качествах характера Ларисы Вениаминовны, как тактичность, деликатность, сердечное отношение к людям. Потому что без этих качеств работать в Индии, в горной деревне, в высокогорной деревне, в Гималаях очень сложно. Ведь это не только страна с другой культурой, древней и прекрасной. Это люди с определенным менталитетом, устоявшимся менталитетом, который отличается, и об этом вот в разговоре с Ларисой Вениаминовной говорила и объясняла ей Людмила Васильевна, отличается даже от менталитета людей больших городов и равнин. Вы, наверное, знаете, точно знаете, читали у Николая Константиновича и у Людмилы Васильевны в их книгах, что в долине Кулу проживает 365 богов, что боги ходят друг к другу в гости, что Николай Константинович и даже Святослав Николаевич в 60-х годах, когда подписывали договор о проведении работ, связанных с водой, с водоканалом, они подписывали и заключали договор не только с правительством Нагара, но и с богом воды Джамму. За бога воды печать, отпечаток пальца ставил гур, вещатель этого бога. То есть нужно очень деликатно подходить и общаться к сотрудникам, работающим в центре. И вот такие качества Ларисы Вениаминовны помогают ей и помогли уже столько много сделать в этом тресте. Дмитрий Юрьевич сейчас продолжит мой рассказ. Он очень много раз уже приезжал в это имение. Участвовал как раз вот в этой группе, которая была направлена для проведения сверки документов. Он принимал участие и в исследовательской работе в тресте. Приезжал туда с выставками. Очень много знает, очень много видел. И я думаю, он сейчас дополнит мой рассказ. Пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, я передаю вам слово. Большое спасибо. Итак, дорогие друзья, разрешите поздравить вас с знаменательным днем, с днем рождения великой русской подвижницы, которая указала нам путь в новую космическую эпоху. Поздравляю всех вас с днем рождения, Елена Ивановна Рериха. Создание полноценного научного института в Гималаях являлось важнейшей задачей семьи Рерихов в 20-м столетии. И нужно сказать, что эта станция, которая была указана духовным учителем семьи Рерихов, была начата еще по завершению Центральной Азиатской экспедиции в 1928 году. В дальнейшем вместе с Рерихами все достижения, которые были получены в результате экспедиционных исследований, были перенесены в долину Кулу, где, как вы помните, Николай Синч Рерих приобрел у Раджиманди имение, построенное Генри Рейником, английским полковником, и которое в дальнейшем стало духовной обителю, ашрамом, средоточием для выдающихся достижений нашей великой русской семьи. Именно здесь слагался духовный мост между Россией и Индией. Именно здесь под руководством Елены Ивановны, президента Института Угрусвати, разрабатывались новые направления современной науки, науки будущего. И, безусловно, Елена Ивановна неоднократно писала о том, что станция, которая была создана в Гималайях, должна развиться в город знания. И она утверждала о том, что основой этого города знания именно должен стать институт по изучению внутренних свойств и сил человека. Вы знаете, что путь, вообще судьба института сложилась очень непросто, тяжело. Дело в том, что он был законсервирован с началом Второй мировой войны, обрублены были многие связи. Но Святослав Николаевич не терял надежды возродить институт, привлечь на эту удивительную площадку для совместной работы не только индийцев, но и наших советских ученых. Когда многочисленные переговоры не увенчались успехом с Советской Академией Наук, он возложил на Людмилу Васильевну еще, помимо того, что он передал наследие, вновь созданный Советский фонд Рейрихов, позже переименованный по его инициативе Международный центр Рейрихов, он также поручил Людмиле Васильевне вернуться к возрождению института Русвати. И когда нам с Александром Прохорычевым пришлось по заданию Людмиле Васильевне приехать в 2010 году для осмотра мемориального наследия семьи Рейрихов и мемориальных коллекций института Русвати, хранившихся там, то по заданию управления Международного центра Рейрихов был подготовлен специальный отчет. Вы его все знамите. Он лег в основу статьи на наследие Рейрихов в Кулу, что мы оставим для потомков, выяснилось, что наследие нуждается в серьезном учете и во внимании музейных специалистов, как российских, так и индийских. И Людмила Васильевна Шапошникова приложила максимум усилий для того, чтобы группа музейных специалистов под руководством Ларисы Вениаминовны Сургиновой, которая тогда получила большой опыт, поскольку она работала сначала в отделе развития нашего музея, а затем стала руководителем отдела изобразительного эмирально-вещевого фонда. Непосредственно Лариса Вениаминовна участвовала в таких мероприятиях, как, например, разработка концепции нового дивизитария МЦР, ну и многих других мероприятий, которые способствуют сохранению наследия Рейрихов здесь у нас в нашем музее, в общественном музее Николасинча Рейрихова в Москве. И вот в июне 2012 года, прошу прощения, группа музейных специалистов отправилась в Кулу для того, чтобы учесть наследие, провести сначала сверку, сверку и учет как раз всех предметов изобразительного мюрально-вещевого фонда и других коллекций, в точной коллекции Суперусватия по возможности. На это нам было выделено сначала несколько месяцев, однако работа оказалась очень большой и, естественно, она требовала продления срока нахождения там группы музейных специалистов. Фактически мы проработали до сентября месяца включительно. Значит, было выявлено много новых предметов и музейных коллекций, в том числе уникальная коллекция тибетских силографов, оставьте минералогические коллекции Института Русватия. Выяснилось, что естественно, научные коллекции Института Русватия во многом частично утрачены, а частично нуждаются в серьезном внимании, в серьезном учете и во многом в реставрации. Вот итогом работы группы музейных специалистов стало большое количество вот этой документации, неподъемной, которая была передана как индийской стороне, так и осталось в международном, в евральном тресте Рерихов, но один экземпляр пошел в международный центр Рерихов. Наталья Николаевича Кашина уже говорила о том, что в активе 2012 года большая группа, правительственная группа штата Кимачал-Прадыш приехала по приглашению Людмила Васильевна Шапошникова в МЦР для подписания очень важного договора о сотрудничестве. В рамках этого договора мы продолжили работу по двум направлениям. Это как бы задачи были поставлены Людмиле Васильевне. В первую очередь это музеификация дома Рерихов, музеификация института Урусвати, двух его корпусов, административного, лабораторного, то есть создание полноценной музейной экспозиции с возможностью создания современной картины галереи, которые бы разместились в произведении Семи Рерихов. Это была давняя мечта Слава Николаевича, вы говорите. Сейчас, как вы знаете, произведение находится в трех комнатах первого этажа дома Рерихов. Вот такая была идея создать новый современный музейный комплекс, в том числе, чтобы он не мешал восприятию мемориальных построек. Была даже приглашена группа наших архитекторов, специалистов, которые выбирали такое место. Ну и второе направление – это создание новых корпусов, создание новой материальной базы будущего института Урусвати, где бы могло быть не только современное оборудование научное, но и удобные лаборатории, места для проживания сотрудников. Вот эта часть, к сожалению, оказалась не реализована. В силу того, что главный меценат этого проекта, как вы знаете, Борисович Булочник, подвергся серьезным нападкам. И, в общем-то, из-за гибели Мастер-Банка, который активно поддерживал эту деятельность, не удалось реализовать вторую часть пока. Но, надо сказать, что Лариса Вениаминовна Сургина, несмотря на то, что работать пришлось в непростых условиях, при отсутствии должного финансирования, привлекла достаточно серьезных специалистов, включая ученых индийских и российских ученых. Сотрудничество шло по линии в том числе объединенного ОНЦКМ, научного отдела МЦР. Вот Церинь Доджи выступал как знаток-специалист тибетских силографов, тибетской иконографии, других вопросов. И всемирно помогал Ларисе Вениаминовне в этой работе. Также были преобразованы многие экспозиции дома Рериховку. Вот вы можете увидеть так называемую библиотеку, которая находится на втором этаже дома Рерихов. Это особое место, куда не пускали посетителей обычно. И здесь мы можем увидеть копию триптиха «Феатрекс», который многие годы находился здесь, а потом был вместе с наследием Славом Николаевичем передан в наш центр и украшал, являлся основой зала учителей. Были обновлены экспозиции картины галереи, выстроены новые экспозиции в инструкторе Усвати, где появились совершенно потрясающие выставки, как основанные на наследии, находившемся в ММТР, то есть мемориальном наследии, так и те современные экспозиции, созданные совместно с Международным центром Рерихов. В данном случае вот эта выставка «Пакт Рериха. История современности». Был открыт кабинет Юрия Николаевича Рериха мемориальный в Урусвати, где вот на переднем плане вы можете увидеть его подлинный рабочий стол из его кабинета в Доме Рерихов. Многочисленные выставки, многочисленные симпозиумы, научные конференции, работа с детьми, все это, безусловно, оживило Международный мемориальный трест Рерихов. И я хочу сказать, что Лариса Вениановна Сургина, вот все сотрудники, общественные помощники, безусловно, супруг Дмитрий Михайлович Сургин, они стали той замечательной командой, которая смогла вдохнуть в Международный мемориальный трест Рерихов новые силы. И дала, эта работа дала, как бы притянула новые возможности. Не только в плане, скажем, удобства для посещения. Многое было продумано, конечно, безусловно, еще предстоит большая работа, но вот колледж Академии искусств Елены Ван Рерих, которая расположилась в здании, тоже в старинном особняке Осборна, значит, продолжила свою работу, и, в общем-то, постоянными стали международные конкурсы российско-индийские, различные фестивали музыкальные, открытые классы, открытая библиотека, которая позволяет детям знакомиться с самыми разными изданиями. Кроме того, вот эти конкурсы, вы знаете, что у нас в Международном центре научно-технической информации в конце прошлого года прошел как раз такой конкурс «Знамя мира глазами детей Индии и России». На самом деле, таких конкурсов несколько. Нужно отметить, что Лариса Вениамилов также координирует работу наших российских волонтеров. которые приезжают в Траст и которые готовы приложить свои усилия для того, чтобы помочь нашему российскому куратору в работе, в этой сложной, непростой работе. Вот Тамара Михайловна Мергис из Кургана, она организовала тоже большую группу наших российских волонтеров, которые постоянно участвуют в различных фестивалях и программах ММТР, а также всемирно помогает нашему российскому куратору. Стали приглашаться монахи соседних монастырей, послушники. Регулярными стали торжественные пуджи, молитвенные богослужения в честь памятных дат. Вот вы можете увидеть здесь выступление воспитанников Академии искусств имени Елены Ваннерелих и выступление наших российских волонтеров. Ну и, безусловно, надо сказать, что постепенно, благодаря усилиям Ларисы Вениаминов и Сургиновой, имя Рерихов стало звучать и в соседних штатах, не только в штате Химачал-Прадыш, но и в соседних штатах. И постепенно все больше и больше индийских специалистов из года в год привлекаются в траст, что как раз является добрым таким продолжением сотрудничества между Россией и Индией, как бы укреплением того духовного моста, который был создан Рерихами и который был продолжен, строительство которого было продолжено сторонами Людмилы Васильевны Шапошниковой и Международным центром Рериха. То есть, вот мы знаем, что последняя конференция научная, которая проходила в прошлом году, в которой принимают участие представители индийского научного сообщества, она оказалась невероятно интересной и, в общем-то, привлекла внимание многочисленной рериховской общественности не только России, но и зарубежья. То есть, безусловно, эта работа, она будет продолжена. Мы уверены, что Лариса Вениаминовна Сургина еще сделает много полезного для укрепления российско-индийских связей. Мне же от себя хотелось пожелать и всего самого наилучшего Ларисе Вениаминовне Сургину и Дмитрию Михайловичу Сургину. И самое главное от себя сказать, нам довелось и работать в Миссисе Ларисе Вениаминовне и быть свидетелями, как менялся траст с момента того первого посещения в 2010 году, когда мы, конечно, увидели серьезные проблемы, связанные с сохранением мемориального вещевого фонда, сохранение наследия семьи Рериха. И сейчас, приезжая с года в год, нам довелось быть и в 2014 году, и в 2016 году, можно было увидеть, как преображался траст, как преображались его экспозиции. И действительно, мечта Людмилы Васильевны о том, что в ММТР должен появиться настоящий мемориальный музей семьи Рерихов, я хочу сказать, что эта мечта Людмилы Васильевны реализована благодаря стараниями Ларисы Вениаминовне Сургиной и ее замечательного коллектива. Кстати, Людмила Васильевна сказала очень важную вещь на пусты сотрудников МЦР, которые отправлялись в Индию. Постарайтесь наладить доброе отношение с индийцами. Если вы это сделаете, то это половина вашего успеха. Так вот, я хочу сказать, что Лариса Вениаминовна делает все, чтобы наладить добрые отношения в коллективе. Таким добрым праздником и начинанием стало отмечание праздника 8 марта, которое для индийцев не характерно. Но вот можно увидеть в новостных лентах ММТР как раз этот замечательный праздник и многие другие праздники тоже. То есть, вот это создание доброй атмосферы в коллективе, а коллектив состоит из местных жителей, это большое дело, потому что без этого успеха в этом отдаленном достаточно регионе Гималаев не будет. Поэтому мы желаем Ларисе Вениаминовне всяческих успехов, сердечно поздравляем ее с премией, с пресуждением премии имени Лена Рерих и надеемся, что мы увидим новые замечательные экспозиции и со временем, как того хотела Людмила Васильевна, будет возвышаться и новый корпус в Турусвати и фигура памятники Лены Ивановны Рерих на этой благословенной земле, которая действительно заслужила вот такого почитания. Я имею в виду возле Турусвати хотел тоже памятник сделать. Ну, а буквально коротко я хотел бы добавить, что кульминацией как бы работы в трасте сотрудничества МЦР и ММТР стало создание скульптурной группы памятника Николасичу Лены Ивановны Рерих, который торжественно открылся вот несколькими годами ранее. Итак, спасибо за внимание. Наталья Николаевна хотела сказать несколько слов про памятник еще более подробно, поскольку она принимала участие в открытии этого памятника. Наталья Николаевна, вам слово, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. И вы уже сказали насчет памятника об открытии этой композиции. И мне бы хотелось сказать, что открытие первых в Индии памятников Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихом это огромная заслуга Ларисы Вениаминовны. Закончить представление о деятельности Ларисы Вениаминовны я хотела бы ее же словами, которые написаны в статье Ларисы Вениаминовны и напечатаны в журнале «Культура и время». Вперед, только вперед призывала своих сотрудников Елена Ивановна Рерих. Несмотря на трудности и накопившиеся проблемы и возникающие разногласия только вперед. Имение Рериха в Гималайской долине Кулу, где творилась история, помимо историков, где совершался титанический труд и незримый подвиг во имя будущего, должно сегодня стать пространством культуры и пространством доверия. Об этом свидетельствует знамя мира, развивающаяся на высоком флагштоке. Во время сильного ветра, налетающего на долину, его белое полотнище с символическим изображением круга вечности тревожно бьется, словно напоминая о непоправимости и об ответственности нашей ответственности перед временем. Так вот, под знаком ответственности Лариса Вениаминовна в имении Кулу строит пространство культуры и пространство доверия. Поздравляю ее от всей души и просто уверена, что дальнейший ее труд будет таким же успешным в деле сохранения наследия великой семьи Рерихов. Спасибо. Большое спасибо, Наталья Николаевна, за такое чудесное представление, Дмитрий Юрьевич. Тут в чате очень много поздравлений и благодарностей и Ларисе Вениаминовне, и Наталье Николаевне, и всем выступающим. Наверное, нужно извиниться за технические накладки, но, дорогие друзья, вы должны понимать, что выступающим очень тяжело и говорить, и управляться с техникой, которая порой ведет себя непредсказуемо. Ну что ж, дорогие друзья, я передаю слово Александру Витальевичу Стеценко, вице-президенту Международного Центра Рерихов. Уважаемые коллеги, спасибо за предоставленное слово в рамках вот вручения премии Благотворительного фонда Ларисе Вениаминовне. Я только хотел добавить несколько моментов к тому, что сказали мои коллеги, чтобы для всех было более понятно, какой героический труд вложила Лариса Вениаминовна в работу Треста. Вот вам Наталья Николаевна показала фрагмент видеозаписи подписания договора о сотрудничестве Международного Центра Рерихов и Международного Мемориального Треста Рерихов в Кулу. Ну, интересна предыстория подписания этого документа. До Ларисы Вениаминовны российским куратором в имении Николая Константиновича Рерихов в Кулу была Алена Адамкова. Я не буду погружать вас в эту историю, но результатом ее работы стало очень серьезное отношение между руководством Треста Штата и российской стороной. Доходило до того, что вице-президента Международного Треста Рерихов, который по должности занимает посол Российской Федерации в Индии, иногда даже не принимал президент Треста, руководитель Штата. Индийская сторона очень наколена была тем, ну, как повел себя предшествующий куратор в лице Алены Адамковой. Все пришло в упадок. Фрагменты фотографий вам, Дмитрий Юрьевич, показал, в каком состоянии находились архивные документы, коллекции, ну, и так далее, и так далее. И мы, и дошло дело до того, что один из попечителей Треста, пожизненный попечитель, господин Чандел, который знал близко Святослава Николаевича Рериха, вынужден был обратиться к Людмиле Васильевне Шапошниковой, чтобы та своим авторитетом, чтобы Международный Центр Рерихов вмешался и оказал помощь и навел порядок в имении. Людмила Васильевна для ведения переговоров меня откомандировала в Индию. Мы несколько раз туда ездили. Результатом моих переговоров с руководством Треста и руководством штата было приглашение со стороны Людмилы Васильевны данных руководителей в Международный Центр Рерихов и они как раз прибыли вот в 2012 году и в итоге подписали договор, но когда они прибыли и увидели музей, который создала Людмила Васильевна, ознакомилась с той колоссальной работой, которую провел Международный Центр Рерихов под руководством Людмилы Васильевны, они были так поражены и восхищены этой работой, что давая интервью российской газеты газиросийской газете, они высказали вот какую мысль, что если нам удастся хоть частичку в кулу воплотить того, что сделано здесь в Москве Международным Центром Рерихов, мы будем счастливы. И что интересно, они отметили, что здесь в Москве в усадьбе Лопухиных находится душа и сердце наследия Рерихов. Вот как индийская сторона отметила ту заслугу, которую Людмила Васильевна провела, создавая Общественный музей, Международный Центр Рерихов, выполняя волю Святослава Николаевича и так далее. Ну и в итоге был подписан этот договор. Я бы хотел еще вот что сказать. Для того, чтобы разрушить неприязнь к российской стороне со стороны индийцев Ларисе Вениаминам пришлось очень здорово поработать. Ну, доходило до того, что вначале там же полиция следила за ними. Вы представляете, что нужно было сделать до этого в тресте, чтобы индусы так с ненавистью даже с некоторой относились к российской стороне. Ну, благодаря вот такому героическому труду Ларисы Вениаминны, ее супруга Дмитрия, им удалось в корне изменить всю эту ситуацию. Часть ее заслуг вы увидели во время демонстрации выступлений Натальи Николаевны Черкашиной и Дмитрия Юрьевича Ревякина. Но это только незначительная часть. Поэтому вот уже сколько девятый год работает Лариса Вениаминна в Кулу и, конечно, кто там побывал, кто был до этого и кто побывал после, видит, какая большая разница, какие значительные успехи. Ну, и завершая свое короткое выступление в данном случае, я хотел бы сказать, что вот договор, подписанный в 12-м году в Москве, основу которых я хочу уточнить вот Дмитрия Ревякина, там было три важных направления, о чем договорились Международный Центр Рерихов и руководство штата и руководство Треста. Они договорились с том, что Международный Центр Рерихов своим куратором, своими усилиями при поддержке и помощи индийской стороны, создать на территории Треста музейно-научный комплекс международного уровня. Что в себя это включает? То, что российский куратор поднимет всю музейную работу в Тресте и выведет ее на достаточно высокий уровень. Мы в выступлениях посмотрели и действительно Лариса Вениаминовна с честью выполнила эти условия договора, но в силу тех особенностей и возможностей, которые имеются у индийской стороны. Для того, чтобы, конечно, дальше вывести это на международный уровень, требуется серьезное финансовое вливание в вот эти проекты, которые были сделаны Международным Центром Рерихов. Далее, условием договора было то, что Международный Центр Рерихов разработает проект поэтапной реставрации Мемориального дома Рерихов в Кулу, где сейчас находится экспозиция, и вы часть комнат видели. Такой проект был разработан и был утвержден на заседании Попечительского совета Треста, но, к сожалению, мы до конца его не смогли довести. Опять-таки, ну, тут есть вина и индийской стороны, они очень-очень долго, ну, можно так сказать, мягко раскачиваются. Второй, третий момент этого договора, условия, было то, что Международный Центр Рерихов опять за счет своих сил и средств представит Попечительский Совет Треста проект возрождения Института Урусфати. И надо сказать, что, несмотря на те тяжелейшие условия, в которых оказался Международный Центр Рерихов после известных вам событий 2017 года, Международный Центр Рерихов выполнил и это условие международного нашего договора между МЦР и ММТР. И в декабре 2018 года делегация МЦР, которую я возглавил, совместно с руководителем архитектурного проекта по преобразованию территории и Института Урусфати в современный вид, мы представили этот проект на заседание Попечительского Совета Треста. Это отдельная история, но вкратце я скажу, что когда была представлена демонстрация этого проекта, ну, раздались оглушительные овации всех членов Треста. Вы понимаете, вот это все могло произойти только благодаря вот такой серьезной работе, кропотливой работе, каждый день, который ведет Лариса Вениаминовна в Тресте. Завершая свое выступление, хочу сказать, вот честно и искренне, это сотрудник нашего общественного музея. И как была права Людмила Васильевна, как она смотрела вперед, что именно был назначен наш сотрудник вот в лице Ларисы Вениаминовны на выполнение такой тяжелейшей задачи. Я повторяю, тяжелейшей, потому потому что то, что было до нее и то, что стало после нее, это, конечно, две большие разницы. Действительно, героический труд сотрудников в таких тяжелейших условиях, кто был в Тресте, понимает, очень тяжелые бытовые условия, часто нет света, нет воды, индийские работники, это очень специфические работники, вот он захотел, вышел на работу, захотел, не вышел, тем более часто издам забастовки, демонстрации и так далее, и так далее. Я повторяю, были настроены очень враждебно в отношении наших российских граждан. Но, тем не менее, вот благодаря Ларисе Вениаминовне ей удалось наладить колоссальнейшую работу. Команда, которая работала во главе с Ларисой Вениаминовной, вот о которой этой работе немного сказал Дмитрий Юрьевич, Ревякин, фактически была проведена впервые полная инвентаризация всего наследия, находящегося в этом имении. Вы представляете? Впервые. Поэтому, значит, выбор фонда фонда и награждение Ларисы Вениаминовной премии фонда, это, конечно, справедливо, заслуженно, и я благодарю и руководство фонда за такой выбор, и, естественно, поздравляю Ларису Вениаминовну, тоже желаю ей здоровья, усилий, успехов в работе, Международный Центр Рериков всегда помогал и будет ей помогать, несмотря на то, вот я уже неоднократно говорил самой Ларисе Вениаминовне, что ее знания, умения, опыт нам чрезвычайно не хватает в нашей сегодняшней ситуации, но обязательства Международный Центр Рериков всегда выполнял, выдерживал свое слово, поэтому она будет там трудиться по мере сил и возможностей, сколько это будет возможности. Лариса, я вас поздравляю, здоровья вам вместе с Дмитрием, ну и новых успехов, спасибо. А теперь слово лауреату премии имени Елены Ивановны Рерих Ларисе Вениаминовне Смельдиной. Спасибо, дорогие друзья, спасибо, я бесконечно тронута такими добрыми, теплыми словами, которые вот сегодня сказаны в мой адрес. я очень признательна за такую высокую оценку моей деятельности и за награждение меня вот такой высокой премии имени Елены Ивановны Рерих. Уважаемая Павел Михайлович Александр Витальевич Наталья Николаевна Дмитрий Юрьевич спасибо вам огромное за все ваши вот такие вот очень добрые слова. Я я безмерно благодарна Людмиле Васильевне которая оказала мне такое высокое доверие направив на вот работать в международном мемориальном тресте Рерихов в роли российского куратора. Мое особое спасибо Александру Витальевичу потому что именно Александру Витальевичу принадлежала идея назначить меня российским куратором и результатом этой идеи Александра Витальевича стала наша вот с моим супругом Дмитрием Михайловичем вот такое пребывание в совершенно другой какой-то действительности в другом измерении в другом пространстве времени вот как мы оказались в Индии конечно мое большое спасибо благодарность моему мужу другу соратнику помощнику я совершенно точно могу сказать что если бы не Дмитрий Михайлович ну вот многого конечно из того что сегодня было показано не было бы и хочу сказать что во многом именно ему принадлежит заслуга вот в таком налаживании работы наверное с нашими сотрудниками я ему очень благодарна за такую всемирную физическую моральную помощь вы знаете конечно когда в 2012 году мы приехали сюда в имение Рерихов здесь действительно как говорил Александр Витальевич сложилась такая очень напряженная конфликтная ситуация и порой было ну очень непросто в атмосфере такой подозрительности недоверия но вы знаете главное в том что мы никогда себя не чувствовали здесь одинокими оторванными от МЦР я могу сказать что однажды первый год когда мы приехали в отпуск это было перед Новым годом и мы участвовали в общем собрании членов МЦР и выступал Виктор Васильевич Пролов но не выступал вернее он сказал давайте мы теперь поприветствуем наших гостей из далекой Индии вот мы здесь никогда не чувствуем что Индия далекая потому что мы всегда ощущаем что все наши сотрудники друзья всегда рядом с нами и это наверное самое главное мы очень я очень благодарна мы очень благодарны Наталье Николаевне Черкашиной потому что в любой трудный момент в любую трудную ситуацию я всегда могла позвонить ей я всегда могла позвонить Людмиле Васильевне или Александру Витальевичу и получить какое-то одобрение утешение ценный совет Наталья Николаевна всегда помогала нам в разработке новых экспозиций я благодарна безмерно всем сотрудникам МЦР всем отделам музейным отделам и отделу развития и отделу учета и сообразительного и мемориально вещевого фонда и хочу выставочному отделу и хочу особо сегодня сказать спасибо Дмитрию Юрьевичу который работал в нашей группе вот в 12-м году когда мы проводили сверху который приезжал позже в ММТР и оказывал очень большую поддержку и помощь большое спасибо нашим переводчикам которые постоянно здесь работают с нами и которые кроме своей переводческой непосредственной работы ну выполняют всю работу музейную культурную все что необходимо все что требуется я хочу сказать спасибо и сотрудникам орг отдела и публикаторского и научного и технического и я прошу прощения если я сейчас вот кого-то забуду но хочу сказать что действительно мы ни разу не слышали ни одного отказа и все сотрудники всегда не то что готовы были оказать помощь но они с радостью оказывали эту помощь вот участвуют в нашей работе конечно огромное спасибо волонтерам МЦР несмотря на все сложности детейские несмотря на все сложные ситуации как минимум дважды в год они приезжают сюда и оказывают всемирную помощь начиная с уборки территории и помощь в оформлении залов и организация культурных мероприятий поэтому конечно огромный вклад наших волонтеров вот в эту работу спасибо не только волонтерам МЦР к нам приезжают общественники друзья я волонтеры из Эстонии из Украины из Белоруссии из Казахстана из Киргизии из других стран даже из Англии у нас были молодые люди которые помогали в ремонте домика лам на территории ММТР большое спасибо всем тем кто поддерживал и поддерживает нас добрым словом потому что это бывает очень важно в течение всех этих лет посильную помощь нам оказывала и оказывает посольство России в Индии за что мы им очень благодарны большое спасибо нашей семье которая не только приняла наш отъезд в Индию но и помогает нам насколько это возможно конечно я не могу не сказать о наших индийских коллегах нас поддерживает правительство штата Химачел Прадеш мы с мужем находимся в Шимле потому что нас срочно вызвали сюда сегодня утром проходило совещание в кабинете у главного секретаря правительства штата Химачел Прадеш и одной из главных тем этого совещания был как раз концептуальный план о котором говорил Александр Витальевич и я хочу сказать большой заинтересованности чувствуется со стороны индийцев в реализации в продолжении реализации вот этого плана и сегодня шел разговор о том чтобы подключить индийских архитекторов вот к совместной работе над концептуальным планом развития международного мемориального треста рейхов конечно администрация КУЛ нам очень помогает ну и все наши сотрудники индийские кураторы бухгалтер и все наши сотрудники с которыми мы работаем и ну я очень надеюсь да что у нас сейчас сложились теплые отношения когда мы приехали из долгого отпуска в этот раз они действительно искренне были нам рады поэтому дорогие друзья вот сегодня я думаю что та награда высокая награда которую присудили мне вот эту награду сегодня заслужили все кто так или иначе прикасался сердцем душой вкладывали вкладывали свой труд вот свое старание в то чтобы международный мемориальный трист Рейрихов процветал развивался чтобы сохранить наследие Рейрихов чтобы укреплять связи дружбы сотрудничества между Россией и Индией ну вот сегодня говорили о том что многое сделано вот общими усилиями а я просто с радостью разделяю сегодняшнюю награду вот со всеми вами но еще больше предстоит сделать и как сегодня говорил Александр Витальевич несмотря на всю сложнейшую ситуацию ни разу за эти годы даже мысли по-моему не было у руководства МЦР чтобы как-то отказаться от взятых на себя обязательств и планов поэтому вот для меня сегодняшняя награда это знак доверия это напоминание об ответственности о большой ответственности и это такой дополнительный наверное стимул импульс для дальнейшей работы и как говорится пусть высшие силы и все боги долины Кулу а их даже не только 365 здесь в энциклопедию долины Кулу вошли именно 600 богов люди говорят что их здесь больше намного пусть нам помогут все боги долины Кулу и пусть все будет как заповедано вот словами Елены Ивановны мне бы хотелось закончить свое выступление я конечно очень волнуюсь и спасибо огромное спасибо как говорят в Индии намасте большое спасибо Лариса Вениаминовна за такое прекрасное выступление и еще раз огромное благодарность и поздравление от всех рейриховцев действительно заслуженной награды а я передаю слово Павлу Михайловичу Журавихину президенту благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рейрих Дорогие друзья сегодня действительно большой праздник вручение премии состоялось но вы знаете что работа фонда не ограничивается только этой программой и одна из центральных и важных программ это поддержка молодых дарований в области искусства и завершением сегодняшнего вечера мы хотели бы завершение вечера мы хотели бы вам представить концепт стипендиатов фонда разных лет чтобы на такой высокой ноте молодых талантов которые составляют будущее России закончить вечер посвященный великому человеку великой женщине великой душе спасибо и всего вам самого доброго Редактор субтитров 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 Субтитры подогнали Симон. 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 — Все. За пределами миротворения существует мир излучения. Он высочайший из миров. Мир излучения прозрачно абсолютен и восприимчив к божественному свету. И в этом чудном и далеком мире божественность не скрыта за занавесами и преграждениями, не надевают на нее оковы, хотя хотели бы надеть. В мире излучений проходит грань, черта, раздел всех независимых миров существований, отделяемых друг от друга пологом. И лишь над этой гранью царит источник бытия, где больше нет завес. Играет музыка 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 Продолжение следует... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ